Тихого вечера. Где оккупанты, там террор. Иногда террор не там, где оккупанты непосредственно находятся, а куда просто могут дотянуться. Ну, например, они продолжают терроризировать обстрелами жителей Херсонщины. Только за вчерашний день россияне со временно оккупированного Левого берега несколько раз обстреливали жилые кварталы в центре и Днепровском районе Херсона. Подробности сейчас услышим от главы пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников присоединяется к нашему эфиру. Александр, приветствуем. Здравствуйте. Как сейчас обстоят дела? Что происходило за последние сутки? Как там на Херсонщине сейчас? Ну, к сожалению, сегодня очередной день террора России на территории Украины, непосредственно в Херсоне, на Херсонщине, правобережной. Сейчас уже известно о трех людях, которые погибли вследствие агрессии России разного вида. Это один человек 70 лет в Херсоне возле своего подъезда погиб после обстрела на микрорайоне Остров. И еще двое впоследствии попадания авиабомбы, которую россияне запустили слева от берега, управляемая. И она попала в жилой дом в селе Соблуковка. И там находились семейная пара, мужчина и женщина, мужчина 73-го года, женщина 76-го года. И вытянули сначала женщину из-под завалов. Она еще была жива, везли ее в больницу, она умерла по дороге. И мужчину уже позже достали, уже, к сожалению, мертвым. И, кроме этого, россияне обстреливают, продолжают сегодня очень активно авиабомбами другие населенные пункты. В тот же самый Береслав был прилет. По Береславу, кроме этого, еще и мины прилетают. И с дронов сбрасывают взрывчатку. По-сказому, по-сказому, одного из таких сбросов, двое человек, двое людей, двое мужчин получили ранение. Кроме этого, в Милогум женщина тоже получила 80 лет ранение. Если в общем-то, уже сейчас за день с 6 утра 6 людей получили ранение. И трое, к сожалению, воинные. Александр, скажите, пожалуйста, можно ли на данный момент определить, какие районы чаще всего поддаются обстрелам оккупантов? Районы Херсона или всей области? Области, да, области. Да, ну это прежде всего Береславский район. И там район разделен на громады. Там Милевская громада, там Тягинская громада. Ну, в принципе, весь берег. До Херсона. И вот Херсона в сторону Белозерской громады. Там тоже постоянно под обстрелом Казамыс, Водотенской. Ну и сама Белозерка. Поэтому, в принципе, по всей протяженности берега, там и частично Новокаховская громада, Змеевка, там Красный Маяк, такие населённые пункты постоянно под обстрелом, авиабомб этих управляемых. Александр, скажите, пожалуйста, подобные обстрелы, они носят какой-то системный характер? Есть какие-то паттерны, по которым действуют оккупанты? Или стреляют, вот куда дотягиваются их снаряды, туда, значит, и стреляют? Ну, они постоянно меняют и интенсивность, и направление ударов. Ну, Береслав постоянно под обстрелом, только меняется интенсивность. Херсон тоже, как бы, интенсивность меняется. Вот, если говорить до сегодня, то практически там не было сообщений из Белозерской громады. Большинство – это вот Миловская громада, Береславский район, сам Береслав, Новопереслав и населённые пункты рядом. То есть там она сейчас туда, я думаю, что в сторону Херсона сами управляемые бомбы сейчас не запускают, потому как боятся подлетать слишком близко к Херсону после сбития трёх Су-34 над Левым берегом. И они сейчас сосредоточились на том направлении. А касаемо оккупированных территорий, что там сейчас происходит? Как ведут себя оккупанты? Усиливают ли репрессии? По-разному. По-разному ведутся. В каких-то населённых пунктах их практически не наблюдаются. Но в основном это воровство, разбой. Есть постоянное сообщение о том, что людей куда-то увозят, и люди иногда не возвращаются. Они ведут себя как хозяева людей, и будто херсонцы их работают. И, в принципе, ничем они не помогают, если как они говорят. Если действительно я не был никогда в России, Если действительно в России так живут, как они сейчас показывают на оккупированной Херсонском Левом бережье, то мне действительно жалко россиян. Может быть, какие-то там всё-таки есть, остались какие-то люди, которые те же самые пенсионеры, бабушки, дедушки. Потому как то, что они сейчас делают на Левом бережье Херсонщины, это просто проводят бесконечные какие-то праздники. Они придумывают какие-то новые праздники, слава диктатору, ещё что-то. Но если говорить о том, чем они помогают, то они абсолютно просто пользовательски относятся к всем благам, что были ещё до оккупации от Украины. То есть они не ремонтируют дороги, не возобновляют воду в районах, где её нет. То есть если что-то сломалось, они говорят, что людям говорят, что это их проблема. То есть электричество тоже очень сложно восстановить. Телевидение они решили запускать своё, но в итоге просто забрали у людей те тарелки, через которые они могли бы смотреть украинское телевидение, ну, международные каналы свои поставили, оно не работает. Ну, в принципе, во всём это они. Да, русский мир, как он есть. Именно поэтому борьба с ним продолжается, и деоккупация украинских территорий продолжается, что очень важно. Александр Толоконников, большое спасибо. Спасибо большое.